За ними Москва. Подростки из школ Наринмара, Оксина, Искатели и Красного отправились по военно-патриотическим маршрутам. За неделю ребята познакомятся с достопримечательностями. Посетят киностудию Мосфильм, побывают в Тульском Кремле и Музее оружия. Спустятся в бункер 42 и пройдут секретными коридорами запасного командного пункта Таганский. Мне позвонили наши соцпедагоги и сказали, ну, хочешь ли ты полететь? Ну, я, естественно, согласилась. Согласилась она и еще 65 юных патриотов. Для каждого любовь к родине и дань предкам не пустые слова. Впрочем, для Седовиситовой занятия в военно-патриотическом клубе – отправная точка. Девушка хочет стать военной. Мне это пригодится в жизни, потому что я сама хочу поступать на высшее военное. А вот уже думала, на высшее военное куда именно? По какой направленности? Я хочу на обеспечение национальной безопасности в Федеральную службу безопасности, либо в Министерство обороны. Ну, а для тех, кто еще не определился с будущей профессией, это поездка – почва для размышлений. В маршрутном листе проекта «За нами Москва», столица России, Тула и Калуга. Ребята познакомятся с достопримечательностями, совершат экскурсию на киностудию Мосфильм, побывают в Тульском Кремле и Музее оружия. Спустятся в бункер 42 и пройдут секретными коридорами запасного командного пункта Таганский. Также увидят диорамы на Поклонной горе и побывают в сердце столицы в Московском Кремле. Это очень интересный проект, который разработан еще в 2014 году военно-патриотическим обществом. И повысит, как раз подстегнет, так сказать, да, наверное, и улучшит патриотическое воспитание в нашей стране. И очень хорошо, что дети проявляют интерес к этому направлению. Вторая группа школьников по маршрутам Победы отправится уже 8 ноября. Правда, уже в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Дети посетят достопримечательности, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира. Места, связанные с героической обороной города 41-44 годах. Планируется экскурсия «Ладожская дорога жизни», посещение ансамбля из 32 памятников. Примечательно, что обе поездки финансируются за счет федерального бюджета в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма.